Предмета. Мы говорили, начали говорить о том, что демоны могут вселиться в человека до обращения. Я говорил последний момент, что демоны могут войти в момент зачатия, и мы закончили на рассмотрении примера. Второе. Демоны могут войти в процессе жизни, когда человек ему предоставляет место. Каким образом, это отдельная тема. Следующее. Демоны могут войти через грехи родителей. Как это выглядит? Например, если в семье пьют, семья пьющая, и в этой семье подрастают дети, родители начинают приобщать своих детей к этому греху. Некоторые родители из детства даже девочек своих приобщают к свободной любви, признавая, что это нормальные вещи. И так становятся люди под влияние демонов. Когда мы рассматриваем, например, алкогольную зависимость, то если человек не пьющий даже, не пил, но он вырос в семье алкоголиков, пьющих, то ему может передаться характер отца или матери. Например, такому человеку нет отдыха в течение жизни. Он как будто гонимый чем-то или кем-то. Или, например, у такого человека, он не пьющий, но его предки пили, может быть беспричинное раздражение или ярость. А обыкновенная простая ситуация. Куда поставило молоко? Без причины готов человек и мечет, мечи и копья бросает. Может быть такая ситуация, когда человек не пил, но его предки пили, и демоны алкогольной зависимости ослепляют рассудок у такого человека. Как происходит ослепление рассудка? Вязкость мышлений. Вязко говорит. Например, пришел в комнату и не знает, зачем пришел в комнату. Спит во время молитвы, сон охватывает, во время чтения Библии. Сразу можно предположить действия демонов в семье этого человека, хотя он и не пил. Значит, пили, и демоны алкогольной зависимости работают в этом человеке. Скажу вам, что большинство проблем начинается в детстве. Через что? Через фильмы, ужастики, боевики, через видеофильмы, даже через христианские мультики, игрушки и другие формы развлечения для детей. Продолжительные и неподдающиеся проблемы с бесами, как правило, имеют корни в оккультизме. Священное Писание говорит, не вноси мерзости в свой дом. Второзаконие, седьмая глава. Давайте прочитаем, что там написано. Начиная с 25 стиха по 26. Ну, это священное Писание. А как на практике это бывает у верующих? Очень много таких вещей, которые христиане бездумно, неосознанно вносили в свой дом. Особенно в Америке. Я был у наших земляков, которые выехали туда. Приглашали, как правило, для того, чтобы помочь разобраться, почему проблемы появились в их жизни. Допустим, заболели вдруг раком. Один член семьи, второй. Второй разбился на машине. Машина не подлежит ремонту. Самого подлатали, собрали, скрутили. Развал в бизнесе, разрушение. Я говорю, можно ли пройти, сделать экскурсию по вашей квартире? Ну, конечно, можно. Захожу в спальню. Супружеская кровать. Пластмассовая. У изголовья, вот эта вот стеночка, у изголовья, имеет вот такой вот круг, выпуклый. И на этом круге, в этом круге совмещены вот такие вот головастики. И с глазом один, и глаз второй. Я говорю, слушайте, христиане, а зачем вы взяли эту, купили кровать? А что здесь такого? Я говорю, вот вы видите, что это изображение чего-то, символы? Ну, мы не обращали внимания. А что это такое? А это энергии инь и янь. Инь и янь. И вот так вот изображены, как головастики с глазом, толстолобики. А они поулыбались меня, как чудака. Захожу в другую спальню, а там зеркало красивое такое, черная рамка нарисована на стекле. В углу верхнем луна, а в нижнем противоположном углу пума. И я так яростно, злобно смотрит на луну. Я говорю, второй момент. Если вы хотите благословения, благополучия в вашей семье, избавьтесь от этих предметов. Они тоже посмотрели на меня, ну, как на чудака. Я не современный. Прихожу к другим верующим. У них тоже уже девятый год нет детей. У молодых супругов. Ну, я не занимался расследованием этого дела, потому что они не нуждаются в этом. Но только когда мы сидели в этом доме, я увидел на окне бронзовая такая статуэтка, или как-то по-другому, не знаю, как назвать. Сувенир бронзовый. И там пять совок. Совы. Две взрослые и три. Три маленькие. Сестра, которая меня привела туда, говорит, Иосиф Степанович, посмотрите, у верующих оккультные знаки. Я и сам этого не знал. Она мне объяснила. Сова – это символ масонства. Символика. Я потом смотрю. Правда? У каждой совы корона. У каждой совы вот такие, как перышки, лепестки, и как награды, как ордена на груди. Зачем, если это перышки? Так нарисовано. Но когда мы им сказали, этим верующим, ничего не помогло. Абсолютно. Но живите. Живите. Пусть вас Господь благословит. В Германии был у одного брата. Пожаловался человек, которому больше 50 лет. Иосиф Степанович, такая похоть бывает. Ну, жена ж есть. Но он эту похоть не может осуществить больной с сахарным диабетом. Вы понимаете, похоть в мозгах, а не физиологическая потребность. Я говорю, можно пройтись по твоей квартире? Можно. Захожу в спальню. У изголовья супружеской кровати такой портрет. Размером, овальный портрет, размером где-то метр на 50, на 60 сантиметров. Вот так метр, а в ширину 60. Портрет такой блудливой женщины. Вы не представляете. Вот груди в нее на выкат. И все как орех, так и просится на грех. По-другому я не скажу. Вот, говорю, причина твоей похоти. Вот это изображение на себе сконцентрировало дух блуда, и он на тебя влияет. Он посмотрел, тоже не поверил. Да я в советской печати еще читал, как в Эрмитаже. У одной картины люди теряли сознание и впадали в истерику. И когда смотрители музея заинтересовались в причине, в установить причину, они сняли эту картину. Она была религиозного толка, как икона. И прочитали на обороте. Там написано было. Я, Митрошка, Селиванов сын, ладил сию икону с похмелья, будучи зол на батюшку, который наложил на меня эпитимию. Наказание. И смотрители музея поняли, что когда человек в злобе писал эту икону, этот дух зла действует на людей, не на всех, но на некоторых. Дорогие мои христиане, вы можете этому верить, вы можете не верить. Это ваш выбор. Но если мы хотим понимать, понять, какова причина моего страдания, или моих неудач, или моих других отрицательных переживаний, то не лишнее было бы обратить внимание на такие вещи. Не вноси мерзости в свой дом. И многие другие вещи. Я однажды тоже попался, когда я был на Украине в одной церкви. Верующие были так рады, что я был, и решили меня отблагодарить, сделать мне подарок. Там был кузнец, и он выковал светильник кованой работы. И кузнецким способом окрашены в такие тона, не краской, а каким-то кузнецким способом. На этом светильнике было изображены три ветви и три свечи яйцеподобной формы фарфоровых чашечек. И, ну, красивой работы. И там была прикреплена полированная дождичка. Пошли в граверную мастерскую Иосифу Степановичу от церкви Святая Троица в честь пребывания в церкви. Я ту железяку тащил с Украины домой, привез, поставил у себя на пианино, и все смотрели, что за чудное дело. Потом однажды я взял, прочитал книгу «Очисти свой дом от духовной тьмы». Я не помню автора. Ну, и я такой человек, экспериментатор в послушании Господу. Думаю, дай-ка я пройду по дому и сделаю экскурсию. Во-первых, я нашел книги, которые не надо было бы, чтобы у меня были. Они вроде бы научные, но оттенок был. Я их поубрасывал. Захожу я в зал, и мои глаза пристали к этому светильнику на пианино. И я сразу как глянул, я понял, что это светильник оккультной символики. В нем завершена или сконцентрирована оккультная мысль. Как? Когда я поглядел, так этот светильник изображен, а мне сказали, что это символ Троицы, три пламени таких, и висят эти свечечки. Когда я посмотрел, так эти три пламени это хвосты, а тут вот завиток такой с гривкой, и вся эта конструкция как на лапках, зверек хищный. Я ж до этого не видел. Потом смотрю, что такое яйца всегда в оккультизме, это использованы яйца. И свечи, а потом смотрю, под одним этим три цепочки, три звена цепи, и под этими тремя цепочками, на последней, висит такой как бубенчик, символ земного шара. И у меня сразу внутри, выбрось это, тебе не надо держать в своем доме. Я сразу решительно снял, несу. И вдруг так жалко стало. Такая работа, ручная, кованая, подарок, гравированная, полированная дощечка. Жалко выбрасывать. Давай я отдам соседу. Ну, я понес соседу, неверующий. Мне она не нужна, но если вы интересуетесь, возьмите. Ну, поставьте, спасибо. Я пришел, и вдруг у меня голова заболела. И настолько, что я лег. И настолько страшно, что вот умираю. Господи, в чем дело? Ты неправильно поступил. Не надо было отдавать. Я, Господи, прости, сильнее жмет. Кажется, вот жизнь выходит. Я жене говорю, Нина, ты знаешь, что произошло? Вот так и так. А ты, проповедник, что думал? Я говорю, пойду заберу. Ну, иди, говорит, забирай. Надо было же думать, что делать. Я пошел, извинился, говорю, я хочу забрать. Потому что не должно вам ее тоже давать. Я не объяснял. Я принес болгаркой, порезал, порезал, в мусор выбросил. Все, отпустила. Дорогие христиане, мне не стыдно рассказывать вам. Вот тот, который на небесах, он знает, что это истина. И я хочу, чтобы вы тоже, прослушав вот эти вещи, подумали, «А нет ли у меня такого, что представляет мерзость, которую детяте Божие не вносить бы в дом?» Сколько я этой мерзости видел! У некоторых христиан солнышко на дверях государственной квартиры. Солнышко улыбается. У христиан солнышко улыбается. Это же Бог Ра. Символ, которым поклонялись в Египте. У других христиан полочка для телефона и подкова на счастье. Или подкова на дверях, над косяками дверей. Вы верите, что вам подковы приносят счастье, а несчастье и дает Бог Святой, в Которого вы верите. Понимаете, вот эти мерзости, я мог бы приводить еще больше примеров, но думаю, что достаточно. Давайте рассмотрим следующий вопрос. Когда демоны входят в человека позже, после покаяния. Мы рассматривали до обращения. Демоны остались в человека после покаяния. А вот бывает после покаяния. Был вроде чистый, а они вошли после покаяния. Какие это пути? Когда играешь с грехом, то есть делаешь грех. Скажу вам, за каждым грехом стоит демон. И так он и называется. Второе. Когда посещаешь его территорию. А как это может быть? А теперь очень модно ехать в страны третьего мира и посещать исторические достопримечательности. Кладбища, гробницы, и еще места захоронения, и все, что было захоронено с какими-то людьми. И люди, не зная этого, переступают территорию проклятую, потому что все вот эти захоронения людьми, хоронившими, были подвержены заклятию. Кто разрушит их или переступит ногу сюда со злым умыслом или неважно каким, попадает под проклятие. Многие археологи по этой причине умерли в молодом возрасте, потому что вскрыли гробницы. Еще один пример. В странах третьего мира посещают храмы, а в храмах надо снимать обувь или ходить в носках, или одевать специальные там эти, как их, тапочки, но не тапочки, как символика такая. И через это тоже попадают. В мусульманском храме, чтобы поклониться божеству, и у буддийских надо босиком ходить. И ты, христианин, пришел, снял свою обувь, ты поклонился этому божеству. И потом ты приезжаешь домой, ты начинаешь молиться или начинают какие-то непонятные переживания и обстоятельства меняться. Почему попали те, которые посещают Гаити и еще другие острова, верующие, сейчас модно отдыхать, ездить на Канарские острова. Они приезжают, и их очень гостеприимно, весело, с музыкой встречают, с венками и на голову вешают. Венки-то проклятые. И христиане начинают через это попадать под атаки демонов. Почитайте об этом, если вы не знаете. И потом думают, откуда это берется? А вот отсюда. Через обольщение даже в церквях люди попадают под демоническое влияние. Но если бы не попадали, то не было бы написано 1 Тимофею 4.1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Как они попадают? Через учение. Благословение падения, благословение смеха. Слушайте, столько дьявол предложил, что людей людей не интересует жизнь, чтобы быть угодной Господу или угодным, а интересует шоу, посмеяться, упасть. И падают, и потом проблемы приходят. Апостол Павел говорил 2 Коринфянам 11.3 «Боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Еще один текст дальше. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовествование, которое не принимали бы, вы были бы очень снисходительны к тому». 2 Коринфянам 11.4 «А как это другого Иисуса принимают? Легко и просто. В некоторых странах Иисус проповедуется как революционер, марксист, который отстаивает права бедных и готовящий к восстанию против капиталистов. Вот вам приехали. Иногда проповедуется Иисус в такой церквях, как восточный гуру, который популярен в кругах исповедующих Нью Эйдж или Новый Век. Что представляет это учение? Смесь эзотерики или оккультизма, индуизма и буддизма. И людям это нравится. Еще один не тот Иисус. Есть Иисус гуманист. Постоянно говорят о любви Божией и прощении, но никогда о грехе и никогда о паде. В некоторых церквях наши белорусские проповедники встречали такое. Не трогай тему о грехе, не проповедуй о крови Христа. Почему? Вы мне скажите. Иногда присутствуешь на собрании и поют песенку. Рассказывают, проповедуют и поют. Отдай проблемы Иисусу Он решит их для тебя. Ух, ах, поехали. Ты не напрягаясь ничего, как все равно частушки. Ты принес проблемы, отдал и ты не меняешься такой, как есть. Приходи, слава Господу, брат, сестра. Правда Иисус любит. Это стопроцентная правда. Но Иисус ожидает, чтобы мы серьезно отнеслись. Будьте святы, потому что я свят, говорит Господь. Нельзя с легкостью маршировать с победным маршем за Иисусом. Нельзя. Кто хочет идти за Мною, сказал Иисус, что сделай? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Скажите, пожалуйста, честно, мы отвергли себя свое Я? Да мне кажется, свое Я или не имеем его, свое Я у мыша и то есть. А у детей Божьих еще сколько. Я помню еще в 60-е годы переехала в город, одна сестра молилась и плакала, господи, я прах и пепел перед тобою, но попробуй ты где-нибудь этот прах и пепел затронь, сам прахом и пеплом станешь. Вы понимаете, что и проповедую таким людям, что отдай проблемы. Они ищут отдать кому проблемы, а вот кому свое Я гадкое, извините, паршивенькое отдать, они не думают. С этим Я мы жились настолько, что отодрать его трудно от нас. И вот по этой причине мы многие страдаем. И если мы переживаем какое-то благословение, вот в таких случаях, если мы освобождаемся, то это большая милость Господа. Это просто милость. И надо благодарить Бога за это. Иногда другой Иисус выглядит как рождественский Дед Мороз с подарками, который говорит, что все, что они должны делать, это верить, и тогда он все получит, чтобы не попросили. И мы иногда сидим, и нас иногда настраивает верить, 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 Иисус все даст. А он говорит, если будете просить с верою. Все Божьи обетования, они обусловлены словом, если, тогда, но никак, всегда, что ты захотишь. Понимаете? Бог тебе даст все, в чем ты нуждаешься, но может не дать все, в чем ты даже согласился в молитве, оно тебе и вам не нужно. Но написано, если вы двое согласитесь, будет вам, может не дать. Хотя этот принцип может сработать, потому что это духовный закон. Давайте мы, братья и сестры, рассмотрим такой очень важный момент, который в христианских кругах носит специфическое название. Какое? И понимание. Неправильное понимание о суверенном Боге. Суверенном, о независимом, независимом. Для начала я вам приведу такую иллюстрацию. Когда мы молим, есть у нас больные, и мы молимся о них. Служителя с помазанием елеем молились, с возложением рук, и ничего не произошло. Что мы говорим, или не мы, ладно, богословы, другие, в книжке я взял это? Что они говорят в таком случае? Почему постигло верующих неудача? Ведь слово Божие, то говорит, возложит руки на больных, и они будут здоровы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвятеров церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящего. Так написано? Так. Это же слово Божие да и аминь, или нет, или да и не аминь, не всегда. Всегда, да, да. То почему не сработало? Оказывается, придумано, что есть суверенная воля, независимая, то есть Бог поступает, как ему хочется, и получается, что Бог на небесах занимается разбирательством всякого случая, кого исцелить, исцеляет, кого не исцелить, не исцеляет. И тогда ты стоишь растерянный. А мне стоит молиться за себя или нет? А мне стоит молиться за мою маму, которой 40 лет, или 45, а у нее рак? И мы не знаем, молиться или не молиться. Вот к чему привело учение о суверенном Боге, который всем управляет и все контролирует. Смысл этого еще раз поясню. Согласно этого учения, все происходящее на земле выражение воли Божией, которой нужно покоряться в терпении и преданности. К чему это привело Церковь Христову? Это привело к большому бездействию, ложному смирению, отсюда и горю. Поймите, потому что возмущение тяжелыми ударами судьбы считалось протестом против воли Божией. Иногда говорят о болезни, что ну вот Господь допустил меня, чтобы очистить меня, приготовить к вечности. Слушайте, так просите больше болезней, больше этих раков, чтобы очиститься и приготовиться к вечности. Тогда если вы это утверждаете, чего вы к врачам бежите? Христиане, служители, опомнитесь. Вот к чему провело учение о суверенном Боге. Должен вам сказать, что в настоящее время, слава Богу, образ хорошего Бога восстанавливается. Христос отдал своего Сына на крест для того, чтобы все, чтобы все получили исцеление и все получили спасение. Если что-то не получается, это наша вина. В древности было, когда согрешили змеи, жалили смертоносные евреев, что сделал Господь. Моисею сказал, выдвинь змея на шест. И всякий, кто взглянет с верой, останется жив. Бог воздвигнул Христа на крест. И всякий, кто с верой посмотрит, ранами его, вы, мы, так написано, исцелились. И если у нас что-то не получается, давайте, миленькие, не будем обвинять Бога, что Бог выбирает, кого помилую, помилую. Это было в Ветхом Завете до Христа. А в Новом Завете Христос умер, чтобы мы получили спасение. Греческое слово созо, которое означает спасение, предусматривает, исследуйте, кто греческий знает, не только спасение от греха и от власти ада, но и спасение от болезни и от демонов. Почитайте. Как люди, верующие, потом попадают под демонов? Через обыкновенную пассивность или бездействие. Например, у верующих есть такое явление, как пассивность воли. Иногда верующие утверждают, что мне надо подчинить сто процентов свою волю Богу, воле Божией. Это значит стать вообще безвольным, бесхребетным, передать, перестать самостоятельно решать жизненные вопросы и действовать. и многие ждут распоряжения свыше и боятся это распоряжение даже проверить, если получается какое-то откровение своей мыслительной способностью. И они плывут, как пробка по жизни, по воде, над водой. Что говорит Писание Иоанна 10,4 написано «Овцы за ним идут, их не несут, не тащат, не толкают. Овцы дети Божьи идут за пасторем, сознательно глядя в Писание и слушая его волю и то, что он говорит». Поэтому, братья и сестры, вот это утверждение, что надо отдать волю на распоряжение Господа привело к чему? Что верующим не надо развитый ум. И говорят, идущие этим путем и неопытные не заблудятся, что ты получаешь образование, что ты в эту музыкальную школу ходишь. Сколько я натерпелся, мы однажды на Белоруссии, я еще студентом был, был в одной церкви, дома собирались, я любил на скрипке играть, сестра на мандолине играла, ну и мы играли, а другая пришла, как напала на нас, где в Писании написано, вот это играть, я говорю, ну мы прославляем Бога, сестра, остановись, где написано, я говорю, там еще круче написано, играйте на кимвалах, каких, вот, барабаньте на кимвалах, барабаньте, на кимвалах, тимпанах, а мы на скрипке играем, нежнее, что бы ты сказала, если мы начали барабанить, как она не залюбила, мы уже, говорю, давай, Маша, положим это все, давай, ну не будем же мы сестру раздражать, дорогие дети Божьи, Бог не избрал апостолов язычникам, никого другого из рыбаков, этих простых рыбаков, а избрал того, кто учился у профессора Гамалиила, Савла, мудрого человека, который очень хорошо знал, и потому он смог предложить новое после закона учение благодати и объяснил закон, как он трансформировался в благодать и он, и Писание объясняет, что закон не устраняется совсем, наоборот, ужесточается закон, но ужесточается правильно и дан выход жертва Иисуса Христа. Дальше. У верующих бывает пассивность духа. Что это такое? Это пассивность духа родственна пассивности ума. Между ними существует очень тесная связь. Грязные испорченные мысли указывают на испорченный дух и наоборот. Если ленивый разум, то будет ленивый дух. дух человека может быть спокойным, может быть неспокойным, может быть свободным, отягченным, связанным под влиянием Бога, под влиянием человека, под влиянием сатаны. Он может быть запятнан после крещения духом святым. Дух человека находится в состоянии силы, радости и победы. Но иногда верующие теряют свободу от греха и господства над плоти. Почему? Потому что не знают полностью Слово Божие и условий, которые обеспечивают хорошие связи с Богом и действия Духа Святого. Вот причина какая. Часто не различая физических, душевных и духовных чувствований, не понимая воли Духа, верующие становятся пассивным вообще и теряют уверенность в правильности своего умозаключения и поэтому отказываются от него. Вот верующих легко сбить с толку. Иногда ну скажи вот был совершен грех, он покаялся. Скажи тебя Бог простил или нет? А я не знаю. А что надо чтобы знать чтобы вот что простил тебя Бог или нет? Вот ты чувствуешь радость? Нет, не чувствую. Почему? Потому что не уверен простить. Ну ты ж покаялся. Что надо для этого? А вот надо чтобы было свидетельство в чувствах. Я говорю слушай, на что полагаются пилоты, когда летят над землей на самолете? На ощущения свои чувства, на глаза свои, на уши. Они полагаются на приборы. Если бы они полагались на чувства, все бы погибли, эти летчики и пассажиры с ними. У нас есть прибор. Вот он, компас. Написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так написано. Ну так, ты веришь этому? Верю. Так тебя простил Бог или нет? Не знаю. Вот не хочет включать разум. Ну вы верите, что не знаю, как этих людей? Я уже по пять раз иногда спрашивал, а потом говорю, слушай, представь себе лодка. Если у нее нет, есть якорь, и якорь находится в лодке, что будет с лодкой? Ветер и волны будут гонять эту лодку по морю куда хочешь. Да? Да. А если якорь достать из лодки и бросить на землю, он достигнет земли, что будет с лодкой? Будет стоять на месте, ветер будет крутить и волны бушевать, лодка будет на месте. Так вот говорю, якорь нашей веры нельзя бросать в собственные ощущения, надо бросать довериться нас, положиться на слово Божие. Вот тогда ты будешь стойкий верующий. Вот так. Это интересная вещь, братья и сестры, которые мы переживаем. Еще бывает такое. Вот человек не утруждается думать, хочет получить крещение Духом Святым. Я сразу спрашиваю, скажи, пожалуйста, кто говорит на ином языке? Дух Святой или человек? Он говорит Дух Святой. Я уточняю, кто двигает языком и губами? Человек или Дух Святой? Дух Святой. Я говорю, открой Деяние апостолов, во второй главе четвертый стих, прочитай. И читает. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Кто говорит на иных языках? Кто говорит Дух Святой? Ну, прочитай в тексте. Человек верит и не верит. Ну, я говорю, начали они говорить. И я объясняю. Когда сходит сила Святого Духа, приходит помазание, ты его каким-то образом чувствуешь. И тогда чувствует Дух Святой не только приходит и плод твою касается, он приносит информацию в Дух. И эта информация выглядит в разуме, как отображение нашего лица в зеркале. И человек сознательно говорит, осмелься верою. Не понимает. Читаю еще местописание, вот и вам прочитаю. Галатам 3 глава, 5 стих. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит, или через наставление в вере. Через дела закона это значит осветиться, очиститься, исповедоваться все это надо. Но если ты не переступишь барьер, понимание не получается. И вот что я замечаю. Верующие давно, не крещенные, они имеют проблему вот с пониманием, они не хотят включить свой разум и их дух пассивный. Только пришедшие люди в церковь, только что покаявшись и им эту истину объясняешь, они щелки говорят на иных языках и так ликуют, что ой-ой-ой, дети тоже. Почему? Потому что меньше знают. А мы много знаем. И мы знаем, как надо. Я однажды так удивлялся, как один брат сказал, звонит мне часто, ну я спрашиваю, как живешь, что новенького? А он говорит, каждый день узнаю верующих, то есть людей. Я говорю, а что ты там узнаешь? Как увидят, деньги сразу меняются. Я говорю, и верующие, а где они есть? Я говорю, в церкви, в церкви верующие. Он говорит, в церкви советники Божьи. А я разинул рот, как мудро сказал. Поймите, давно верующие настолько знают все, как должно быть, что даже у их из-за этого ничего и не происходит в жизни. Ну вы подумайте над этим. Правда или неправда? Правда. В церкви Божьей советники Божьи. И мы, народная пословица, советы даем ведрами, а исполняем каплями. Если бы церковь Христова исполняла советы ведрами, получая их каплями, совсем была бы другая жизнь и совсем было бы другое настроение. Иногда пассивность совести, пассивность тела бывает, но уже мое время пришло к заключению. Мы сейчас будем отправляться на отдых полчаса. Следующая тема будет как определить, что человек нуждается в освобождении. Следующий вопрос. Ну а теперь я хочу брата Чеслова пригласить. Он скажет что-то. Дорогие братья и сестры, как мы обещали и говорили, будут в освобождении.